Русское радио Добрый день, уважаемые слушатели Добрый день, уважаемые слушатели Ну вот, как проходит взаимодействие между начальниками линейных пунктов, как вы говорите, и вот головными офисами? Ну взаимодействие, значит, происходит, если чисто рассматривать вопрос административный, у нас есть, так называемые, планы развития, есть планы капитального текущего ремонта, есть текущие задачи, которые необходимо выполнить, это устранение повреждений, это устранение заявок абонентов пользователей по неработе сети интернет. Соответственно, каждый руководитель имеет свои планы, доведенные нами, или доведенные нам филиалом, ростовским филиалом, они выполняют и по мере необходимости, и в определенное время отчитываются о проделанной работе. Мы посещаем город Таганрог, в режиме аудиоконференц-связи общаемся с нами, то есть взаимодействуем очень-очень плотно, буквально ежедневно. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы сегодня поговорим полностью о Ростелеком, поговорим о многих вещах, может быть, даже услышим некоторые жалобы, можете писать к нам на наш короткий радио номер 5522, звоните 8-900-38-104-1010. Напоминаю, у меня в гостях Владимир Сергеевич Богуславский, начальник городского центра технической эксплуатации телекоммуникации города Таганрога. Так что оставайтесь с нами и в ближайшие 50 минут узнаете очень много нового, даже узнаем не только итоги работы о Ростелеком за последние годы, но и планы на будущее. Помнишь, падал первый белый снег, и небо было не низкое и хмурое, Что даже самый близкий человек Казался лишь размытою фигурою Мы разошлись, как море корабли Расходятся в тумане, мальком мая Не надо больше мне такой любви Не обижай меня Не обижай меня Не обижай меня Зеленая, зеленая вода От наших слез она совсем соленая И это был четверг, а не среда Цвета ты знаешь, вечно обделенная Мы разошлись, как море корабли Расходятся в тумане, мальком мая Не надо больше мне такой любви Не обижай меня Не обижай меня Мы разошлись, как море корабли Расходятся в тумане, мальком мая Не надо больше мне такой любви Не обижай меня Не обижай меня Не обижай меня Мы разошлись, как море корабли Расходятся в тумане, мальком мая Расходятся в тумане, мальком мая Не надо больше мне такой любви Не обижай меня Не обижай меня Не обижай меня Зачастую ведь мы обижаемся на то, что у нас некачественная скорость интернета Или он вообще куда-то пропадает И сегодня мы рассмотрим все возможные ответы на эти вопросы Потому что сегодня у меня в гостях Владимир Сергеевич Багуславский Начальник городского центра технической эксплуатации телекоммуникации города Таганрога На все вопросы он может ответить в течение ближайших 40 минут Потому что в прямом эфире у нас все возможно Сергей Владимирович Сергеевич Скажите, пожалуйста По информации администрации Никлиновского района В селе Николаевка и в Хуторгаевка Включены в инвестиционную программу ООО Ростелекома По проведению оптоволоконного кабеля в 2015 году Вообще расскажите подробнее об этой инвестиционной программе И какие еще населенные пункты, премиусе, планируется проведение этого оптоволоконного кабеля Уважаемые друзья Ну я единственное, что хочу сказать Эта информация не совсем точна Поскольку в настоящее время верстается инвестиционный план 2015 года Село Николаевка, село Логоевка Нами предложены как один из объектов Для подключения этих населенных пунктов по оптоволокну Но это не значит, что обязательно в 2015 году этот план будет выполнен Кроме того, мы подали кроме этих населенных пунктов ряд других населенных пунктов Как в Матвеокурганском, так и в Никлиновском районе Поэтому, чтобы не, скажем так, заранее не вносить какой-то росток надежды Что в этом году что-то будет выполнено Я бы хотел оставить этот вопрос немножко в секрете Но из того, что уже утверждено на текущую дату И что планируется выполнить Я могу озвучить следующую программу У нас существует федеральная программа устранения цифрового неравенства Что такое устранение цифрового неравенства? Это как раз таки та программа, которая подразумевает предоставление одинаковых услуг И одинаковых сервисов доступа к сети интернет Как в городской черте, так и в малонаселенных сельских или сельских населенных пунктах Значит, программа устранения цифрового неравенства федеральной Опять-таки, обращаю внимание, в которой принимает участие Ростелеком Она подразумевает прокладку оптоволоконных линий связи к населенным пунктам С количеством жителей от 250 до 500 человек В эту программу попало по Матвео-Курганскому району 6 населенных пунктов По Никлиновскому району 18 населенных пунктов Также рассматривается возможность включения в третьем квартале и населенных пунктов Куйбышевского района То есть, программа будет охватывать все районы в зоне деятельности Таганровского городского технического центра эксплуатации Что касается планируемого, как будет обеспечиться доступ в интернет жителям Планируется, что жители будут получать услуги в населенном пункте непосредственно по беспроводной схеме То есть, до населенного пункта приходит оптоволокно А дальше технология аналогичная Wi-Fi будет получать абоненты интернет При хорошей скорости возможно подключение и телевидение А как это вообще возможно Wi-Fi? Это получается, например, к населенному пункту проведен оптоволоконный кабель Потом идет какая-то вышка, от которой идет сигнал Wi-Fi, да? Так точно, устанавливается башня аналогично мобильным операторам И с нее раздается уже, скажем так, это будет называться точкой доступа И с этой точкой доступа раздаются сигналы для подключения абонентов к сети интернет Тогда у меня сразу вопрос Естественно, любители халявного интернета, особенно халявного Wi-Fi Как вы будете бороться с ними? Если, например, я узнаю какой-то код в свой Wi-Fi То, естественно, я могу, скажем, сказать его соседу своему На самом деле код Wi-Fi может узнать любой человек Но у нас есть биллинговые системы, которые позволяют идентифицировать любого абонента Который вышел в сеть интернет То есть авторизация абонента происходит не подстрельно на вышке Wi-Fi А в нашей биллинговой системе Если такой абонент в биллинговую систему заведен, то аутентификация будет Если абонент заведен, соответственно, услугу абонент не получит Так, все понятно Значит, скажите, пожалуйста Вот получается А вот из-за того, что будет Wi-Fi стоять Из-за этого не будет ухудшаться скорость приема данных или получения? Я не говорю, что это будет Wi-Fi Я говорю, что это будет технология аналогичная В настоящее время еще рассматривается конкретно, какая будет технология Просто, чтобы было понимание, что это беспроводная, скоростная технология Аналогичная Wi-Fi Wi-Fi, к сожалению, сейчас поддерживает Ну, скажем так Та технология, которая у нас сейчас есть И на которой работают роутеры Это скорость подключения 54-65 мегабит Есть технология Wi-Fi, которая позволяет подключать и большую скорость Поэтому оставим этот вопрос за скобками Хорошо, но тем не менее же есть у нас оптоволокно Например, возьмем Матвео Кургане Матвео Кургане есть оптоволокно Да, Матвео Кургане есть оптоволокно Но это уже можно сказать о выпроделанной работе Которая была сделана за последние три года Чтобы далеко не уходить В 2014 году В зоне влияния, скажем так, городского технического центра эксплуатации Проводится активная работа по каблированию оптоволокном многоквартирных домов Что это такое? Это программа по строительству сетей, так называемых FTTB FTTB это технология построения оптоволокна до здания Fiber to the building Далее от здания, внутри здания проводится раскладка линейных сооружений До квартиры абонента протяженностью до 100 метров Соответственно, эта технология позволяет получать абоненту В идеальном случае 100 мегабит скоростной потенциал Для получения услуг и наших сервисов А также можно будет получить и услугу нашего интерактивного цифрового телевидения Обращаю внимание на слово интерактивное Это не то телевидение, которое у нас есть в эфире И не то телевидение, которое предоставляют наши ближайшие конкуренты А чем оно отличается тогда? Услуга интерактивного телевидения отличается очень простой вещью То, что позволяет нашему абоненту Не просто просматривать в высоком качестве программы цифровые В цифровом качестве и в том числе и в Full HD качестве Так называемые телевидения в высокой четкости Но и управлять услугами интерактивного телевидения То есть интерактив это взаимодействие с нами Как с теми, кто предоставляет услуги Например, абоненту хочет посмотреть какой-то сериал, но опоздал с работы У него есть возможность промотать чуть ли не на двое суток назад И этот сериал посмотреть Хочет повтор программы, может эту программу посмотреть Хочет записать, может записать Можно записать программу Стоп, а промотать, например, хоть чуть ли не на двое суток назад Это можно на любом канале сделать? Так точно, это можно сделать на любом канале, который входит в состав базового пакета, который мы предоставляем нашим абонентам. То есть, я пришел домой, посмотрел, вижу хороший сериал, забыл посмотреть его три дня назад. Три дня назад промотал, выбрал его и начал смотреть. И очень хорошая фишка, так называемая, это пропуск рекламы. Если вы смотрите запись программы, рекламу, которая иногда, честно скажем, нам надоедает, можно просто промотать. Да, это замечательно. Но скажите, пожалуйста, ведь это только в многоквартирных домах, а у нашей периферийной зоны все-таки больше частных домов. У нас будет какая-нибудь возможность смотреть интерактивное телевидение? Наш интерактивное телевидение могут пользоваться не только абоненты, которые подключены по технологии FTTB, но и абоненты, которые подключены по технологии ADSL. У нас есть возможность предоставлять данную услугу в том случае, если скоростной потенциал медного кабеля позволяет это сделать. В частности, я лично тоже являюсь абонентом интерактивного телевидения и подключен по технологии ADSL. Живу в частном секторе. Смотрю и радуюсь. Не, ну вы живете в городской очереди. Нет, я проживаю, я открою тайну, может быть, это не тайна, я проживаю в поселке Матвеев-Курган. А, да, ну тогда интересно. Скажите, пожалуйста, а как тогда узнать возможность подключения? Могу ли я, например, на определенной улице провести для себя? Для того, чтобы узнать возможность подключения, достаточно позвонить по нашему сервисному номеру общей справочной службы и оставить заявку на подключение услуги интерактивного телевидения. Единственное, что хочу сказать, услуга интерактивного телевидения, возможно, рассмотреть подключение только в тех населенных пунктах, которые подключены по оптическому волокну. Ну, в частности, по Матвеев-Курганскому району, это сам поселок Матвеев-Курган, в 2014 году мы подключили хутор Холесникова, село Кульбаково подключено по оптоволокну, село Старорутово, которое подключено по оптоволокну. То есть, в принципе, потенциально абоненты этих населенных пунктов могут иметь услугу интерактивного телевидения. А заявку достаточно оставить на нашем едином номере 8800-1800. Ну, а насколько дорога эта услуга? Значит, эта услуга у нас, цена этой услуги, как, скажем так, отдельная услуга, у нее цена на текущую дату 240-250 рублей, с учетом дополнительных опций, которые вы хотите получить. И сюда еще, может быть, входить цена по выкупу оборудования, но выкуп оборудования позволяет делать с рассрочкой, поэтому ее можно выкупать в течение трех лет. В случае, если наша услуга не понравилась, или абонент переезжает, дополнительное оборудование можно будет вернуть. То есть, это, так называемый, ресивер, приставка, телевизионная приставка. Так, скажите, пожалуйста, на мою потихонечку, получается, итоги работы за последние несколько лет подводим. Еще что-нибудь, может, вы расскажете? Да, конечно, конечно. За последние три года очень активно велась реконструкция ленино-кабельных сооружений по нашим сельским районам. Это Аниклиновский ленино-технический цех. Там у нас была выполнена реконструкция в селе Покровском. Это самая большая реконструкция с установкой четырех телекоммуникационных шкафов и подключения абонентов по технологии АДСЛ. Но технология подключения оптика к абонентам – это FTTC, то есть оптика до района. Что это значит? Это шкафной район, который ограничен определенным количеством улиц, короткие абонентские линии и оптика до шкафного района. Соответственно, если линия короткая, скорость АДСЛ-сигнала можно увеличить. Почему? Потому что ограничение технологии АДСЛ очень сильно зависит от протяженности медной пары. Соответственно, если скорость необходимая для телевидения составляет порядка 6-8 мегабит, то по умолчанию все абоненты, которые подключены к телекоммуникационным шкафам, этой услугой могут пользоваться. В Матвео-Кургане проведены работы по реконструкции. Тоже установлен один телекоммуникационный шкаф. У нас подключено порядка 80 абонентов. В селе Куйбышево установлено 3 телекоммуникационных шкафа. Но это Куйбышевский район у нас был традиционно голодал. У него не было качественных услуг интернет, до тех пор, пока туда не пришла оптика. Мы туда построили оптический кабель в протяженности 45 километров. Ну и, соответственно, после этого прошло активное развитие. Соответственно, после развития подключили порядка 400 абонентов всего-навсего на село Куйбышево, в котором была телефонная станция всего на 1000 телефонных номеров. То есть спрос превышал предложение. Сейчас практически все спросы удовлетворены. Также активно велись работы по реконструкции сельских телефонных станций. Те, которые находятся ниже райцентра малонаселенных сельских населенных пунктов. В частности, тот же Куйбышевский район у нас из 9 сельских населенных станций на текущую дату ни одного не осталось станций старого типа, типа АТСК. Все станции цифровые. То есть эти станции позволяют получать дополнительные услуги, так называемые ДВО, начинают по будке определения номера и заканчивая конференц-связью. Тоже самое работа проводилась и по Матвеевскому району, и по Куйбышевскому, и по Нехлиновскому району. А вот прилетела СМСка от слушателя, спрашивает, обязательно ли для того, чтобы подключить интернет, нужен телефон домашний. Уважаемые друзья, это совсем не обязательно. Достаточно оставить заявку, даже если нет домашнего телефона. Есть услуга подключения интернет на обычную выделенную абонентскую линию. Называется услуга цифровой канал. На текущую дату стоимость подключения, если есть техническая возможность, 500 рублей. Вот если есть техническая возможность, что значит есть техническая возможность? При каких условиях она должна быть или при каких ее может не быть? Что такое техническая возможность? Техническая возможность, это прежде всего наличие свободной линейной емкости в зоне проживаемой абонента. Что такое свободная линейная емкость? Это кабель многопарный, пускай, это 10 пар, 20 пар, 30 пар. Но если в нем хотя бы есть одна-две свободные пары, так называемые пары, это жилы медные, то техническая возможность под подключение телефона уже есть. То есть на текущую дату самое главное условие, это наличие медной пары в районе проживания абонента. Второе условие, наличие телефонных номеров. На текущую дату с телефонными номерами у нас проблем нет. Вопросы есть только по ограничению линейной емкости. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, например, на многоквартирный дом выделяется сколько пар? По количеству квартир или как? Вот к примеру. Потому что я открою вам секрет, сам столкнулся с такой проблемой. Мне нужно было на одном из адресов провести себе стационарный телефон, и очень долго искали возможность. Потом, в общем, сказали, что невозможно это сделать технически. Я спросил, почему. Меня там направили в техотдел. В техотдел мне вроде как бы сказали, что все телефонные номера заняты. В общем, такое было объяснение. Понятно. Значит, объясняю. Не телефонные номера заняты, а заняты ресурсами, через которые телефонный номер может податься. Да. Вообще, изначально... Мне объясняли именно так, телефонные номера, именно для того, чтобы я понял. Понятно, понятно. Ресурсы заняты. Но вообще, по нормативам, нам необходимо, чтобы процент проникновения хотя бы был 70% в многоквартирный дом. Соответственно, если ресурсы это исчерпаны, необходимо делать расширение абонентских сетей. Но поскольку время на месте не стоит, мы можем подключить дома, которые подключены сейчас по оптике, мы можем подключить телефонные номера, не используя медные линии связи. То есть, если вы имеете услугу интернет, то поверх услуги интернет мы можем предоставить и услуги телефонные. Так называемая услуга VoIP. VoiceOver IP. Это вообще непонятно. VoiceOver IP – это передача голоса посредством IP-трафика, то есть интернет-трафика. Соответственно, у нас есть оборудование, которое позволяет это делать, и это оборудование может выдаваться абоненту, позволяет подключать до двух телефонных номеров на одну точку, и, соответственно, получать и интернет, и телевидение. То есть, три в одном. Так скажем, интернетовский телефон какой-то, да, такой? Так точно. Но номер телефона, естественно, местный Матвеев-Курганский, Липпокровский или Куйбышевский. То есть, если хочешь, обязательно добьешься того, чего хочешь, да? Просто нужно... В основном, да. В основном два, да, но исключение, конечно, составляют, допустим, особо загруженные районы, в которых мы об этих районах знаем, планы по развитию есть, но, опять-таки, как всякая коммерческая организация, все рассматривается исключительно с точки зрения окупаемости. А вот вспомнил по поводу, как вы говорили, итогов работы за три года, что в Куйбышево подключилось около 400 абонентов. Это люди подключили себе стационарные телефоны? Да, да, и стационарные телефоны в том числе. Честно говоря, я просто удивлен, простите, перебил, но сейчас у каждого человека, даже школьника, есть мобильный телефон. Век мобильника, мне кажется, люди вообще не должны были бы уже пользоваться услугами домашнего телефона. Почему они пользуются, если, тем более, интернет может быть без телефона? Уважаемые слушатели, ну давайте определимся. Если мобильный телефон, как часто вы звоните и как часто вы разговариваете? Вы разговариваете по мобильному телефону. Радиоэфир – это такая штука, что сигнал не всегда в нужном качестве доходит до пользователя. Вы все, наверное, сталкивались с тем, что пропадает слышимость, начинаются какие-то непонятные рычания, зона неуверенного приема. И мало того, что мы все с вами проживаем в приграничной зоне, вы прекрасно знаете, что не всегда сигналы могут быть устойчивы, поскольку рядом находится у нас соседнее государство, а с территорией могут работать так называемые средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигналы радиовещания и передачи сигнала по радиоэфиру. А стационарный телефон в этом отношении защищен от всевозможных внешних влияний. Это, в первую очередь, качество передового сигнала все равно выше. Это связано с технологией передачи сигнала. А с другой стороны, домашний телефон, я считаю, что это статусная вещь. То есть, это человек, который имеет квартиру с телефоном, он уже имеет какой-то статус. Это семейный очаг. Позвонил домой, люди дома. Позвонили ребенку на мобильный телефон, вы спросили, ты где? А ребенок вам сказал, я дома. На самом деле, ребенка дома-то нет. Поэтому я считаю, что домашний телефон, отказываться от него еще рановато. Это одна из шуток. Как только уже в мою личную жизнь вошел стабильный мобильный телефон, в начале 2000-х годов, привычка оставалась. Все-таки, когда звонишь на домашний телефон и спрашиваешь, ты где? Ну, когда? И, естественно, это доставляло, по крайней мере, буря эмоций. Ну, а говоря уже о том, что долговременное использование мобильного телефона, все-таки ученые там уже чуть ли не доказали, что уже вредно, там все-таки спутниковый этот прием. Так, значит, об итогах мы поговорили, да? Значит, о том, что мобильный телефон не может заменить стационарный, тоже поговорили. Так, что бы еще нам рассмотреть? Каким образом абонент ОРОС-Телеком может увеличить скорость интернет-подключения? Вот такой вопрос. Ну, скажем так, это можно сделать несколькими способами. Для абонента, который подключен к нам, уже пользуется нашими услугами интернет, по умолчанию мы предлагаем этому абоненту зарегистрироваться в личном кабинете. А через личный кабинет можно управлять не только платежами своими, то есть производить оплату за потребленный трафик, и производить, допустим, просмотры, посмотреть статистику потребленного трафика и начисления, но можно и управлять услугами. В личном кабинете можно будет заказать ту скорость, которая доступна в данном населенном пункте, либо по данной технологии. На текущую дату у нас есть тарифные планы, начиная с 512 килобит, именно по технологии ADSL, заканчивая 15 мегабитом в секунду. Это связано с тем, что все-таки ADSL-технология вносит свои ограничения в скорость передового сигнала. По технологии FTTB, значит, оптика в каждый дом, у нас существуют тарифные планы, но для сельских населенных пунктов до 50 мегабит в секунду. То есть здесь уже очень комфортно работа в интернет, и возможность пользоваться всеми прелестями, которые предоставляет данный тарифный план. То есть тарифный план можно поменять в личном кабинете, не выходя в офис и никуда не звоня. Вот давайте все-таки поподробнее. Это хорошо людям, которые понимают, особенно, которые работают в этой сфере, что такое личный кабинет. Может быть, некоторые слушатели вообще не знают. Давайте расскажем, что все такое личный кабинет и как его найти, и как в него зарегистрироваться. Значит, услуга личный кабинет находится, скажем так, личный кабинет, он находится, в него можно попасть через сайт tronoid.wrt.ru. Есть ссылочка на личный кабинет. Процедура регистрации очень проста. Запрашивается желаемый логин. Что такое логин? Это имя пользователя. Запрашивается желаемый пароль. Путем нескольких контрольных вопросов, на которые стоит ответить, можно зарегистрироваться в личном кабинете. Соответственно, процедура эта занимает не более 5-7 минут. Далее... Это на официальном сайте Ростелекома? Так точно, с официальным сайтом Ростелеком, tronoid.wrt.ru. Процедура, как я говорил, занимает 5-7 минут, но, соответственно, после процедуры регистрации можно что получить? Получить первое. Получение счетов в электронной виде, на электронную почту. Не надо ждать, пока придут счета по почте. Можно будет в онлайн-режиме посмотреть на числение. Можно будет сделать детализацию входящих и входящих звонков, детализацию потребленного трафика, времени включенного модема. Даже это можно будет посмотреть. Сколько времени модем был на линии. Можно будет поменять тарифный план. Можно будет оплатить через личный кабинет посредством пластиковых карт или всевозможных банковских, либо электронных денег, платежных систем по поводу что-то наподобие веб-мани или Яндекс.Деньги. То есть ресурсы там практически неограничены с точки зрения платежей и просмотра своих услуг. Я за регистрирую на личном кабинете у Ростелеком. Я знаю, что это такое. Но тем не менее, такой вопрос. Как часто можно менять тарифный план? И стоит ли это вообще каких-либо денег? Тарифный план меняется один раз в месяц по нашим нормативным документам. Значит, поменять его можно в любое время. Изменение тарифного плана происходит в течение 10-15 минут после заказа тарифного плана. Изменение тарифного плана в другую сторону можно сделать в следующий календарный месяц. Не через 30 дней, а в следующий календарный месяц. То есть если вы 25-го числа подключили тарифный план 10 мегабит, то 1-го, 2-го числа следующего месяца можете поставить себе 2 мегабита тарифный план, уже, допустим, стоит который меньше. Так, уважаемые слушатели, мы прервемся буквально на несколько минут. Все вопросы можете задавать нам по номеру 5522 или звоните 8-900-38-104-1010. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 То есть, если даже человек пришел, хочет какой-то ответ получить, он может спокойно, бесплатно позвонить, даже не имея мобильного телефона. А вот продолжим сразу по поводу сотовых мобильных телефонов. У нас на нашем информационно-развлекательном портале был такой вопрос. Есть ли у вас вопросы к руководству или нареканиям к работе ОРО с телеком на премиусе? И несколько комментариев. Ну, конечно же, в основном много всяких отзывов, проблемы с сотовой связью. Ну вот, Галина Шевченко пишет, сотово не получается, пробовала с кодом Ростова. Итак, попробуйте набрать службу поддержки с Ростелекома сотово бесплатно. То бишь, тот номер, который вы сказали... 8800, да. 8800, 1800. 1800, этот номер является бесплатным с любого мобильного телефона, с любого сотового оператора. Уважаемые слушатели, честно говоря, я перед эфиром попробовал набрать сотового телефона. Денежные средства остались в порядке, я действительно дозвонился до оператора. Девушка мне ответила. Так, что дальше у нас? Давайте дальше. Что касается обслуживания непосредственно в пункте продаж, то есть, когда необходимо действительно ножками прийти в пункт продаж и обслуживания? Это необходимо только в том случае, если абонент сторгает договор или, допустим, занимается переоформлением. То есть, расторжение договора занимает всего один день, один раз, один визит или переоформление услуги, допустим, если продажа дома или переоформление услуги на другое лицо. Вот тогда действительно необходимо приезжать в центры продаж и сервиса. Адрес у нас центра продаж и сервиса у нас в городе Таганроге по улице Фронза 38, Таглавпочтамт и улица Шила 243 на Русском поле, кому как удобнее. А все остальные услуги можно получить дистанционно, в том числе и подать заявку на подключение услуг, опять-таки по единому номеру. И эта заявка никогда не будет потеряна. Историю этой заявки можно будет проследить с точностью до минуты ее подачи. Все записывается, да? Все разговоры записываются? И регистрация заявки фиксируется по времени и по дате. И вся история прохождения заявки и предоставления услуги или непредоставления по отсутствию технической возможности прослеживается. Даже если технической возможности нет, но есть перспектива, что абонент может получить услуги, данная заявка не удаляется, а откладывается всего на полгода. Через полгода можно будет повторно проверить техническую возможность и подключить абонента. К сожалению, такие случаи есть. Мы все-таки проводной оператор, а не мобильный, и необходимо иметь именно проводные ресурсы, чтобы подключить абонента. Поэтому определенные ограничения есть. Ну это замечательно, когда мы выросли в веке инновационных технологий, мы понимаем, что такое личный кабинет, дистанционное управление услугами и тому подобное. Но есть такая группа людей, которые чуть постарше, и они не понимают и не хотят инноваций внедряться. Как эти люди вообще должны узнавать, например, задолженность по оплате за телефоны, как они должны платить, как они получают свои квитанции и тому подобные такие вещи? На текущую дату у нас еще сохранился такой режим работы, как рассылка счетов через УФПС Почта России. Многие абоненты эти счета получают, многие получают, не будем скрывать, из-за опоздания получают, но в любом случае оплатить, придя лично в то же самое почтовое отделение, допустим, получить пенсию, либо оплатить за другие коммунальные услуги, можно оплатить и наши услуги. Просто простым способом, предоставив квитанцию, которая пришла, если квитанция не пришла, назвал номер телефона или номер договора, и оператор почтового отделения спокойно примет у вас оплату. Также можно оплатить и в любом терминале Сбербанка или Центринвеста без процентов внести оплату за потребленные услуги. Единственное, я хочу сделать поправочку, что если вы сдаете оплату в терминале Сбербанка, особое внимание на то, что сумма задолженности будет по состоянию на текущую дату, а не на первое число. То есть, это, опять-таки, интерактив. Вы можете прийти в любую дату и посмотреть, сколько вы на сегодня должны. Именно на данную минуту обращения, да? Так точно. Ну, это что-то новенькое, я не понял. Действительно ли я могу прийти на почту и просто, назвав номер телефона кассиру-операционисту, узнать задолженность своего оплаты? Вы можете внести оплату. Вы можете внести оплату. А, вы можете внести оплату просто дисквитанции по номеру телефона. Да, по номеру телефона, либо по номеру договора. А что касается задолженности, этому задолженность можно будет посмотреть в любом терминале. Но счета, опять-таки, счета при необходимости отсылаются к почтовым отделениям. Вы счета все равно можете увидеть. Это для тех, у кого нет услуги интернет, или кто все-таки хочет работать по старинке. Но мое личное мнение, конечно, это я выражаю свое личное мнение, я бы давно уже ушел от бумаг. Считаю, тоже себе не получаю, все получаю через электронную почту и оплачиваю все в терминалах. Забыл уже, когда пользовался нашим центром продаж и сервиса. Ну, честно говоря, да, есть такое дело. Но это очень хорошо, это избавляет нас от очереди, и в конце концов это все быстро, и даже без процентов, могу сказать. Но вот по поводу задолженности, об оплате, все-таки заговорили в связи с повышением курса валюты, многие услуги подорожали. А у вас планируется повышение обонплаты на те или иные услуги? Что хочу сказать. Вопрос образования тарифа на услуги немножко лежит за гранью моей компетенции. Но по факту могу сказать, у нас произошла индексация за потребленные услуги интерактивного отделения всего на 30 рублей. Больше никаких повышений тарифов на текущую дату не произошло. И что я могу сказать, что да, кризис, да, повысились цены в два, кое-где и в три раза, но пока наши услуги не дорожают. Пока держитесь, да? Пока держимся. Ну, хотя, с другой стороны, предпосылки, можно сказать, что имеются, потому что зачастую у нас используется не только наше, но и импортное оборудование. Поэтому риски эти есть. Да, мы прервемся на последнюю музыкальную паузу, а после нее уже поговорим о планах на будущее. И еще несколько комментариев от клиентов и людей, которые жалуются порой на услуги у Ростелекома. Изменилась жизнь моя, словно солнце из дождя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый день с тобой Поет нам Кристина Арбакайте Действительно, теперь многие люди, да, что там уже многие, практически все люди не могут жить без интернета. Ну, например, у нас, все мои коллеги, просто мы не можем обходиться без интернета. И благодаря, кстати, как ни крути, у Ростелекома Матвея Кургане автоволоконный интернет у нас имеется. И благодаря этому даже русская радио в прямом эфире в интернете вы можете слушать на нашем информационно-развлекательном портале МИУС.Инфо Ну, кстати, по поводу МИУС.Инфо Хочу сказать, что был задан вопрос Вопросы к руководству или нарекания к работе у Ростелеком Много комментариев Ну, вот еще один вопрос, который я все-таки хотел бы отметить Марина Валерьевна пишет Один вопрос, когда в Матвея Курганском районе будет нормально интернет работать без всяких сбоев Чтобы провода не висели низко Если бы были не деревянные, а хотя бы бетонные Ну, вот такой вот вопрос Вообще, действительно ли это так? И что вы можете по этому поводу сказать, Владимир Сергеевич? Ну, я об этом уже говорил, что в каждом населенном пункте, в каждом линиотехническом цехе Есть определенные планы по проведению реконструкции линейнокабельных сооружений Значит, основные планы реконструкции линейнокабельных сооружений Они привязываются как к подключению новых абонентов, так и к восстановлению линий, которые проводятся существующих абонентов Вот я уже останавливался на этом, еще раз говорю, что да, есть вопросы Да, линии старые, да, с кое-что строилось еще в 70-х годов Но не все так плачевно, как многие думают Есть улицы, по которым действительно попровисали провода, по которым надо необходимо вытягивать Но в планах работ у нас были выполнены, допустим, реконструкции опять-таки Район школы номер 2, было построено порядка полутора километров кабельной канализации И основная часть кабеля уже на сегодняшний день практически убрали с воздушных сетей Остались небольшие штрихи Кабельная канализация, простите, что перебью, это подземная Кабельная канализация, это подземный трубопровод по принципу водопровода, в котором лежат многопарные кабели Значит, ну, есть сложности строительства Все знают, что есть сложности строительства при производстве земляных работ Поэтому часть линий еще остается у нас на воздушных сетях Что касается замены опор, тоже опять-таки есть планы по замене опор Да, количество опор большое, что касается Матвея Курганского, линейно-технического цеха Здесь 3870 деревянных опор Замена требует порядка 500 штук У нас ежегодно проводится обследование этих опор И в рамках бюджета, который нам доведен, мы эти замены опор ведем Тем более, здесь есть чем это менять, есть техника, есть люди Но, естественно, сразу это все сделаться не может, единомоментно То есть, на что хватает сил, тем и занимаемся Что касается железобетонных опор, ну, если обратить внимание, на выезд из Колесникова Уже установлены железобетонные опоры, подвешен оптоволоконный кабель И абоненты села Колесникова получили возможность, не меняя технологии подключения ДСЛ Но увеличить скорость за счет того, что к узлу доступа к самому населенному пункту пришло волокно Я думаю, что это многие почувствовали В планах убрать у нас старую линию, которая идет параллельно Опять-таки нашей железобетонной линии, которая была построена в новое Ну, давайте потихонечку запередим вообще планы на будущее у Ростелеком Какие новшества, может быть, что хорошего, чем порадуете абонентов? Как я уже говорил, планы на будущее Ростелеком заинтересован в подключении новых абонентов Как можно больше сохранения, как минимум сохранения, а как максимум это увеличение доли рынка На рынке телекоммуникации Соответственно, все мероприятия проводятся к тому, чтобы как можно больше подключать новых абонентов Ну, соответственно, поддерживать на максимально возможном уровне это качество обслуживания То есть сейчас идут активные реформы с точки зрения как технического направления, так и коммерческого направления Я уже говорил, это и реорганизация центров продаж и сервиса, и реорганизация технических услуг, и реконструкция ленинокабельных сетей Кто бы мог подумать, что в наши, допустим, двухэтажные дома придет оптоволокно Мне бы сказали это два года назад, я бы не поверил Сейчас это уже есть Есть планы подключения новостроек в Матвеево-Кургане, в частности, по улице Фрунзе-103 Уже практически переданы в работу эти дома, остались только работы по согласованию По улице Лесной планируется подключение То есть все новостройки, в которых есть интерес, в которых ожидается подключение По умолчанию планируется подключение Ростелекома Вопрос только в затратах и окупаемости данных проектов Но все это рассматривается, все в работе Чем больше у нас заявок от клиентов, тем быстрее принимается решение о строительстве данных объектов Есть сложности с реализацией, но опять-таки, еще раз повторяю, все решаемо Понятно, где не бывают сложности Ну и все-таки последний вопрос по поводу динамики прироста клиентов По сравнению с прошлыми годами, все-таки прирост есть Или уже мы достигли какого-то апогея, пика того, что уже все, люди не подключаются больше к интернету Значит, прирост есть, но динамика следующая Как только заходим мы в населенный пункт, в котором услуги, скажем так, были высоко востребованы Я имею в виду оптикой И была большая очередь, идет лавинный спрос на наши услуги Простой пример 2012-2013 год Реконструкция межстанционной связи на участке Матвея-Курган, село Ресное С прокладкой оптоволоконного кабеля И строительство линейных кабельных сооружений в хутор Каменно-Андриановка Каменно-Андриановке, порядка 130 долларов, подключено было в первый же год 119 То есть практически каждый житель смог 11 долларов осталось, да? Практически каждый житель смог подключить себе услугу интернет Село Ресное планировали подключить всего 80 абонентов новых Подключили больше 100 По текущим датам, по-моему, 140 абонентов новых мы подключили То есть как только повышается качество услуг, проект начинает оккупаться Соответственно, подключаются новые абоненты Поэтому расти еще куда есть расчеты и планы по строительству Просто пока не хочу их озвучивать, чтобы не было лишних надежд Я хочу, чтобы это было сюрпризом А пусть это будет коммерческая тайна, в конце концов Да, да Ну что ж, уважаемые слушатели, у нас в гостях был Владимир Сергеевич Богуславский Начальник городского центра технической эксплуатации и телекоммуникации города Таганрога Большое спасибо вам еще раз, что вы пришли Ну что ж, вам, конечно, поменьше пендитных клиентов И повыше скорость передачи данных Еще раз хочу тоже всем сказать спасибо Насчет пендитных клиентов скажу, что клиент всегда прав И мы стараемся обращать внимание на замечания клиентов И, естественно, принимать их к сведению и к исполнению Спасибо Ну все, уважаемые слушатели, пока-пока Я с вами услышаюсь буквально через 10 минут в максимальной волне